Сговора нет, коррупции много, подозрения Стрампа не сняты, Тагуардиан, Великобритания. Ричард Вулф, Тагуардиан, Великобритания. 25 марта 2019 года. Что касается Мюллера, то поставленный президентом генпрокурор свое слово сказал. Что касается всего остального, то демократы в Конгрессе свое окончательное слово еще не произнесли. Откажитесь на секунду от своего недоверия. Представьте себе, что администрация Трампа, которая легко и часто лжет по самым разным вопросам, большим и малым, может сказать правду о расследовании Мюллера. Забудьте все эти домовые завесы насчет разделения семей посаженных за решетку детей. Притворитесь, будто администрация согласилась с тем, что в Пуэрто-Рико после урагана Мария погибло более трех тысяч американцев. И представьте себе, что на инаугурацию Трампа собрались огромные толпы его сторонников. Да, и мы должны предоставить кредит доверия новому генеральному прокурору Биллу Барру. Билл Барр, хотя бы в силу того, что он работал в администрации президента Джорджа Буша-старшего. Давайте также предположим, что четырехстраничное резюме по итогам расследования специального прокурора – это лучшие, что он смог сделать для только что назначившего его на должность человека. Это дело потопило бы любого другого лидера в любой другой западной стране. Любому прежнему президенту США в этом случае пришлось бы нанимать адвокатов в ожидании импичмента. Как отмечает Барр, доклад Мюллера поделен на две части. Одна часть – о российском вмешательстве в выборы 2016 года, которое Трамп неоднократно называл попыткой демократов оправдать поражение Хилари Клинтон. Вторая часть – о препятствовании Трампа правосудию в попытке остановить расследование действий России. По словам, опять же, генерального прокурора Трампа, делая все возможное для своего босса, Мюллер отказался вынести традиционное прокурорское суждение о том, совершил или нет Трамп преступление. Поэтому Барр сделал это вместо него. Прокошлившийся отбросив в сторону все правовые формальности, он заявил, что улик в этом деле недостаточно. Цитируя Мюллера, Барр пишет, В данном докладе нет вывода о том, что президент совершил преступление, но он также не освобождает его от ответственности. Вы можете задать вопрос, зачем действующему президенту надо было настолько близко подходить к краю пропасти, что его могли признать виновным в препятствовании правосудию. Нормальные люди из жюри присяжных или из числа голосующих на выборах могут также полюбопытствовать, зачем президенту совершать серьезное преступление, чтобы остановить расследование вмешательства в его собственные выборы. Это зависит от их представления законе и от намерений Трампа. Опять же, нормальные люди задавали те же самые вопросы о Ричарде Никсоне, который самым скандальным образом продемонстрировал, что сокрытие может быть хуже, чем преступление Уатергейта. Наверное, это слишком воображать, будто извергающий твитт и президент уходит со своего поста под угрозой импичмента, как это сделал Никсон. Но вполне можно задуматься о том, какое воздействие это укрывательство окажет на избирателей на следующих выборах. Касаясь самого расследования российского вмешательства, Бар цитирует написанное Мюллером, следствие не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступали в сговор с российским государством или координировали с ним свои действия в ходе его вмешательства в выборы. Дело не доказано по двум эпизодам. Звучит как приговор давней мечте демократов. На самом деле, это огромное благо и настоящий подарок. Для начала, формулировки у Мюллера носят узкий характер, как и суждение, но те вопросы, которые он поднял, и те расследования, которые он породил своими действиями, намного шире. В частности, следователи в Нью-Йорке снимают шелуху с вонючей луковицы под названием «семейный бизнес Трампа». А воня там много. Это и тайные выплаты порнозвезде, и лживые заявления кредиторам и страховщикам о недвижимости, и бутафорские семейные фонды, и воровство средств из зарубежных пожертвований наугурационному комитету. Короче говоря, президент может быть виновен, а может быть невиновен в препятствовании следствию, но из-за этого у него не мог внезапно вырасти нимб правовой святости, когда он баллотировался. А еще это не освобождает его от ответственности за нарушения на президентском посту. Конгрессу и Южному округу Нью-Йорка дел предстоит еще очень много. Они могут выяснить, почему Трамп, даже если он не совершал преступления, в чем уверен его генпрокурор, был полон решимости прекратить расследование в отношении России. Особенно если это в большей степени было расследование его коммерческой деятельности, нежели выборов. Как и прошлогодние промежуточные выборы, доклад Мюллера оказал демократам огромную услугу. Победа в Сенате и в Палате представителей породила бы титаническое столкновение между Конгрессом и Белым домом. В такого рода столкновениях Белый дом часто побеждал как раз к моменту переизбрания. Точно так же, четкий доклад Мюллера с изобличением Трампа породил бы титаническое столкновение по вопросу импичмента. Какие бы ни были представлены улики и доказательства, в контролируемом республиканцами Сенате импичмент потерпел бы неудачу. Многих демократов разочарует то, что Мюллер не воскликнул, виновен. Многие демократы будут недовольны тем, что импичмент придется отложить. Но партийное руководство и ветераны выборов знают, что первое разочарование иногда сменяется долгосрочными преимуществами. Конгресс сможет еще год выступать с разоблачением и еще год выдвигать обвинения. Перед выборами в 2020 году вполне может стать вопрос о соответствии Трампа занимаемой должности, поскольку уже не надо оглядываться на прошлые выборы. А еще это значит, что будет больше размышления о коррупции и меньше разговоров о сговоре. Избирателям и юристам трудно дать точное определение сговора и убедительно доказать факт заговора. Даже когда кандидат в президенты выступает на национальном телевидении и просит русских взломать почту своего оппонента. Но избиратели прекрасно понимают, как сильно воняет коррупция в окружении человека, пообещавшего осушить это преступное болото. Популизм утрачивает свою популярность, когда популисты больше думают о личном обогащении, нежели о служении обществу. А поскольку мы видим множество талантливых кандидатов, стремящихся лишить Трампа власти, демократы вполне могут рассчитывать на долгую и хорошую дискуссию о том, каких норм поведения должен придерживаться президент, и какими чертами характера он должен обладать. Не успел Бар опубликовать резюме по докладу Мюллера, как Трамп заявил репортерам, что оно целиком и полностью снимает с него всякую вину. Но это из-за того, что в его Белом доме слова целиком и полностью сегодня означают частично и неокончательно. Слохмотив, которыми прикрывается Дональд Трамп, свисает множество необорванных юридических нитей. Так что стриптиз нынешнего президента достиг только окончания первой фазы. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.